Аня Баххофер Рождество – это целая церемония. Пройтись по магазинам, подчеркнуть массу новых идей, прогуляться по городу. И дети все это просто обожают. Мы с ними обязательно еще зайдем на рождественский рынок, чтобы сегодняшний день стал для всех незабываемым. Лучше всего перед Рождеством продается одежда. От дорогих бутиков до скромных магазинов без внимания покупателей не остается никто. Популярны также ювелирные изделия и игрушки. Потребительский спрос оказался гораздо выше, чем прогнозировали эксперты. Многим предпринимателям уже в субботу пришлось договариваться о дополнительных поставках. Торговый центр такой величины за день приходит от 80 до 100 тысяч человек, как берлинцы, так и гости столицы. Время перед Рождеством – особая пора. Это дни, когда можно запастись небольшими подарками ко Дню Святого Николая – купить рождественские украшения или сладости. А еще предрождественский сезон – это время самой активной торговли. Прибыль, которую после праздников подсчитают кассиры, окажется самой высокой в году. Вот и Аня Баххофер за несколько часов прогулки по магазинам со своей семьей потратила более 200 евро. На радость торговцам. Покупателей в торговом центре очень много. Мы заметили, в последнее время люди стараются приобретать подарки заранее. Особенно детские игрушки. Если с этой покупкой тянуть, то можно остаться без подарка. Поэтому игрушки раскупают невероятно быстро. Это мы ощущаем уже сегодня. Первая неделя предрождественского сезона подошла к концу. Торговцы довольны результатами. А ведь покупатели только прогулялись по магазинам и познакомились с ассортиментом. Мы увидели много красивых вещей, которые нам захотелось купить. Но я должна сказать, что сегодня мы еще не делали никаких основных покупок. Самые большие расходы еще впереди. Но где и как покупать – по интернету или в магазине – мы еще не решили. Время на раздумье еще есть. Без подарков никто не останется. Ведь многие торговые центры Германии до Рождества будут работать даже по воскресеньям. Продолжение следует...